Только с бабулей. Ну, конечно, Зоя себя чувствовала хорошо. Мы поехали, это было полтора года. Амун назад мы поехали с Ваней присутствовать. Зоя была с нами. И вот я хочу рассказать о том, что в другом главном. Наша Инночка, как первая, полтора-два года они жили в сельстве Нью-Йорка. И Зоя все время с ними была. И она с большим любовью относилась к нашей первой, ну, как же, по-моему. Я огромное ей благодарю, я очень ей благодарен, что она сегодня приехала сюда. Она уже мать троих детей. Она уже, у нее внучки, внуки, внуки растет. Самое главное, что в прошлом году у них родилась девочка. Она, любя свою бабулю, назвала ее Зоей. Она оживила ее имя еще в прошлом году. Хотя бабуля наша была еще живая знакома. Спасибо тебе, товарищи, дорогие. Я тебе желаю всего хорошего, благополучия тебе. Огромное спасибо, что имеешь сейчас троих детей. Ты их оставила наружу и сама прилетела сюда вместе с своей мамой и жилочкой. Вот. Я благодарен тебе, мы все благодарны тебе. И я хочу, чтобы ты несколько слов сказала в адрес твоей бабуле. Пожалуйста. Может, и на русском. Она на английском могла бы лучше сказать, но и по-русски она тоже неплохо говорит. Пожалуйста. Спасибо за очень красивые слова и как вы мне интервью сделали. Я извиняюсь, у меня русский практик, не очень хороший. Ну, я приехала с мамой и с папой, потому что это очень важное дело для нас. Я бабуле Зоя очень-очень люблю. Она очень душевная, открытая, красивая женщина. И она, вы знаете, она всегда будет в нас жить. Я ее никогда не забуду. Она всегда будет в нас. У меня столько много красивых меморий из бабуле Зоя. Она самая такая, самая прекрасная женщина. Она просто слова нету для нее. Спасибо. Мне немножко, мне тяжело копать.